Новые школы на отдаленных территориях Тобольского заболотья построят в ближайшей перспективе. Праздник придет в две деревни, в которых фиксируется наибольший прирост населения. В Чебурге и Тахтагуле немало многодетных семей, в которых детей трое и более. Рассказывает Ольга Куричко. Золото заболотья называют этих карасей. Благодаря им, да дикоросам, местные жители имеют здесь большие дома, крепкие хозяйства, бураны. Осенью рыбы было мало, только сейчас, накануне половодья, пошел лов. Все свободное время деревенские бригады проводят на озерах. Пока не растаяли болота, доставляют товар по зимнику в Тобольск. Горать-то у нас самый вкусный, наверное. Частники приезжают, закупают предприниматели. Это тахтагульские парни, молодцы. А если не они, девать некуда было бы. Тахтагул и Чебурга, эти татарские поселения, появились здесь четыре столетия назад. Старожилы полностью сохранили уклад старинной жизни. Все берут от природы, заготавливают даже лед. Вон, домой заносим, тает все. Чай, варить, пить. Вода-то нормальная, получается чистая. Дома топят дровами, вот только нет поблизости леса. Деляны для заготовки выделяют в труднодоступных местах. В тахтагуле 150 жителей, много молодежи, многодетных семей, где трое, а то и шестеро ребятишек. Семь месяцев в году эта деревня отделена от большой земли болотами, но ее никто не покидает. Здесь нет ни одного заброшенного дома. Люди, старожилы возвращаются сюда и строят здесь новые дома. На свои пожертвования люди возвели здесь мечеть, а власти развивают инфраструктуру, несмотря на большие затраты. Здесь будет модульная школа на 20 мест со всеми удобствами и туалет, и спортзал, и пищеблок. Меняли линию электропередач до тахтагу в прошлом году. На 19-й год планируется до Чебурги, то есть полностью будет замена всей линии. Поэтому и в Чебурге будет тоже построена модульная школа. Местные предприниматели спешат завести в магазины продовольствие, инструменты, одежду, ведь через неделю-другую начнется распутиться. С апреля до ноября попасть за болоти можно будет только на лодке или долететь вертолетом. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тюменское время.